Чудеса любимцев Аллаха В последнее время задают много вопросов о чудесах, караматах. Имеют ли они основания в шариате? Сказано ли о них в Коране и Сунне? И в чем смысл того, что с богобоязненными и аулия происходят чудеса? Причиной этих вопросов является само наше время, век материализма и атеизма, которые ввели в заблуждение многих людей и укрепили их позиции в отрицании чудес, караматов, что является следствием слабой веры в Аллаха и его могущества. В связи с этим мы не имеем права обойти эту тему с целью выявления истины и служения шариату Аллаха. О чудесах любимцев Аллаха много сказано в книге Аллаха, Сунне его пророка, алей салату ассалам, и рассказах сподвижников и тех, кто были после них вплоть до наших дней. Это подтверждено большинством исламских ученых, из Ахлю Сунны Вальджамаа, в числе которых мусульманские законоведы факихи, знатоки хадисов мухаддисы, комментаторы Корана муфасиры и суфийские шейхи. Все их произведения четко говорят об этом. Всему этому есть свидетельство многочисленных очевидцев в разные периоды истории ислама. Из Корана Рассказывая об обитателях пещеры, которые пробыли в ней во сне 309 лет, они провели в пещере 300 лет и еще 9. Коран, сура 18, аят 25. Аллах говорит, что Он оберегал их все это время от лучей солнца. «Ты, Мухаммад, увидел бы, что лучи солнца на восходе минуют их пещеру, клонясь вправо, а на закате они уклонялись налево». Коран, сура 18, аят 17. «А когда Мариям, мир ей, оказалась в удаленном месте, без еды и питья, то Аллах послал ей пропитание. Так пригни к себе ствол пальмы и потряси его, на тебя посыплются свежие финики». Говорится в Коране, сура 19, аят 25. И после того, каждый раз, когда Закария, алейхиссалам, входил к Мариям, мир ей, то находил у нее разную еду, и он удивленно спрашивал, «О, Мариям, откуда у тебя это?» Она отвечала, «Это от Аллаха». Коран, сура 3, аят 37. Вспомним и случай Асифа ибн Бархия с пророком Сулейманом, алейхиссалам. Всевышний сказал, «Сказал тот, который обладал знаниями из книги, «Я принесу его тебе в мгновение ока». Коран, сура 27, аят 40. И перенес он трон царицы Балкис из Йемена в Палестину за один миг. Из Сунны Абу Гурайра, рады Аллаху ангу, привел рассказ, переданный пророком, алейхиссалату вассалам, о младенце, который обратился с речью к священнику Джурайджу. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «В Колыбели заговорили только двое из людей, Иса, алейхиссалам, и человек из Бану Исраиль по имени Джурайдж. Он находился в молитве, когда его позвала мать, и сказал про себя, «Я отвечу матери или продолжу молитву». Так он и продолжил молитву. И тогда та взмолилась, «О Всевышний, не дай ему уйти из жизни, не увидев лиц падших женщин». Как-то раз, когда Джурайдж находился в своем храме, к нему подошла женщина и предложила себя, но он отказался, после чего та отправилась к пастуху, от которого впоследствии родила ребенка. Она стала заявлять, что этот ребенок Джурайджа. Люди набросились на него, разрушили его храм и изгнали его. После этого Джурайдж, совершив омовение и помолившись, подошел к этому ребенку и спросил, «Кто твой отец, о мальчик?» И тот ответил, «Пастух». Увидев это, народ Джурайджа сказал, «Мы возведем тебе храм из золота». Но тот ответил, «Нет, из глины». Подобный рассказ есть о женщине из Бану Исраиль, которая кормила грудью своего ребенка. Возле нее проехал верхом на коне стройный мужчина, и она взмолилась, «О Всевышний, сделай моего сына похожим на него». После этого ребенок, оставив грудь матери, посмотрел на всадника и обратился к Аллаху, «О Всевышний, не делай меня похожим на него». Затем он продолжил сосать грудь матери. Ребенок так сказал, потому что всадник был из жестоких. Также из хадисов пророка, известен рассказ о трех молодых людях, укрывавшихся в пещере для ночлега, выход которой завалило. Рассказал Абу Абдур-Рахман, что слышал, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, говорил, «Отправились трое из тех, кто были до вас, пока не оказались в одной пещере для ночлега. Когда они вошли в нее, то от этой горы отвалилась скала и закрыла вход. И они сказали друг другу, что от этой скалы будет спасение, если обратиться к Всевышнему с рассказом о лучших своих поступках». Один из них обратился, «О Всевышний, у меня было двое старых родителей, прежде которых я не насыщал ни свою жену, ни своих детей. Как-то раз поиск удела задержал меня до тех пор, пока они не уснули. Я принес им еду, но нашел их спящими. Мне не хотелось нарушать их покой, но я также не хотел накормить прежде них свою семью и детей, которые страдали от голода. Когда же они проснулись, то выпили принесенное молоко. «О Всевышний, если я совершил этот поступок ради поиска твоего довольства, то освободи нас от этой скалы». И скала еле заметно дрогнула, но вход не открылся. Тогда обратился второй. «О Всевышний, у меня была двоюродная сестра, которая была для меня дороже всех людей. Когда я возжелал ее, она отказала мне. Но когда ее вынудила нужда и нищета, она пришла ко мне. Я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она отдалась мне». Она согласилась, но все же выразила недовольство. И я отказался от этого злостного деяния, оставив ей то золото. «О Всевышний, если я отказался от этого поступка ради тебя, то освободи нас от этой скалы». Скала снова сдвинулась, но выйти они все еще не могли. Третий воззвал «О Всевышний, я нанял людей и после работы заплатил им за исключением одного, который ушел. Его заработок остался у меня, и он пришел ко мне позже и сказал, «О раб Аллаха, дай мне то, что причитается». Я сказал ему, «Все, что ты здесь видишь, из верблюдов, скота, рабов, причитается тебе». Тот с удивлением сказал, «Ты издеваешься надо мной». Но я сказал, «Нет, я не шучу, это принадлежит тебе». И он забрал все и не оставил ничего. «О Всевышний, если это сделано ради тебя, то открой нам вход». И скала отодвинулась, и они освободились. Напомним также рассказ о корове, которая обратилась к своему хозяину. Этот случай упоминается в достоверном хадисе от Саида ибун Мусаиба, приведенном Абу Гурайрой от пророка Алейиссалату Ассалам. Когда какой-то мужчина ехал верхом на корове, то она повернулась к нему и сказала, «Я не создана для этого, я создана пахать». И люди произнесли, «Велик Всемогущий, корова заговорила». Пророк Алейиссалату Ассалам сказал, «Я верю в это, и Абу Бакр, и Умар». Доказательства чудес из жизни сподвижников Случай с Абу Бакром, когда он принимал гостей, и количество пищи увеличивалось. Рассказ Абу Умаре, когда, находясь на Мимбаре в Медине, он возвал к отряду, который находился в другой стране. Случай с Усманом, когда он рассказал человеку, пришедшему к нему, о его поступке, взгляде на постороннюю женщину. Али ибн Абиталиб слышал речь мертвых. Аль-Байхаки, да будет доволен им Аллах, привел от Саида ибн Мусаиба, «Мы вошли на кладбище Медины вместе с Али, рады Аллаху анху». Войдя, он произнес слова приветствия, «Ассаламу алейкум, о обитателе могил. Вы нам расскажете, или мы вам». Далее мы услышали голос, «Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракату, о, Амир правоверных, расскажи нам о том, что произошло после нас». Али сказал, «Что касается ваших жен, то они вышли замуж, а ваше имущество разобрано, дети осиротели, в те жилища, которые вы построили, вселились ваши враги. Это рассказ о том, что у нас, а как у вас». Один из усопших ответил, «Наши саваны сгнили, волосы рассыпались, кожа распалась, веки опустились на щеки и из носов сочится гной. То, что сделали раньше, то нашли, а что упустили, то потеряли». Рассказ о Байды ибн Бишра и Асида, да будет доволен имя Аллах. Когда они вышли от пророка, алейки салатова салам, темной ночью, палка одного из них стала освещать дорогу. Рассказ Хубайба, разу Аллаху Ангу, который держал в руках гроздь винограда, сезон которого еще не наступил. О Саади и Саиде, да будет доволен имя Аллах, когда они оба сделали дуа против того, кто оклеветал их, и им был дан ответ. Рассказ о том, как ибн Хазрами, рахимахуллах, пересек на своей лошади залив и как вода ушла по его мольбе. Рассказал Абу Гурайра. Я видел от Аллаха ибн Хазрами три вещи. Как он пересек море на своей лошади и прибыл в Медину, направляясь в Бахрейн. Когда дошли они до Дахны, то у них кончилась вода. Он попросил Всевышнего, и в песках появилась вода. Когда один из них, забыв что-то из вещей, вернулся на то же самое место, то воды там уже не оказалось. Я отправился вместе с ним из Бахрейна в Басру. Когда мы прибыли в Лияз, он скончался, и у нас не было воды. Тогда Всевышний сотворил облако и пролил дождь. Рассказ о Халиде ибн Валиде, радуя Аллаху анху, когда он выпил яд. Байхаки рассказал, Халид ибн Валид остановился в Хироте. Ему сказали, будь осторожен, тебя могут напоить ядом. Он сказал, принесите его, и произнеся слова Бисьмилля, выпил его. Но яд не оказал на него никакого воздействия. Рассказ, приведенный Аль-Бухари, о Хамзе ибн Асляме. Мы были с пророком, алейхиссалату ассалам, в пути и разделились в темноте. Мои пальцы начали светиться, и никто из нас не потерялся. Рассказ об Ум-Айман, когда она в жару направилась пешком к пророку, алейхиссалату ассалам, в Медину без провизии и получила ковш воды с небес. Ее начала одолевать сильная жажда. Она уже почти умирала от жажды. В это время она находилась возле Раухаа. После заката солнца она почувствовала прикосновение чего-то к голове. Я подняла голову и увидела ковш, свисавший с небес, наполненный водой. Я напилась из него досыта и продолжила мой путь, не ощущая жажды. В случае о том, как один из подвижников услышал из одной молитвы чтение суры Аль-Мульк. Он разбил свой шатер в том месте, где была могила, и слушал чтение суры до конца. Впоследствии от Термези рассказал об этом пророку алейхиссалату ассалам. Я разбил шатер над могилой, не зная об этом, и слушал чтение суры Аль-Мульк до конца. И посланник Аллаха алейхиссалату ассалам сказал ассуре Аль-Мульк, она защищает и спасает от могильных мучений. Случай с Салману-ль-Фариси и Абу-Дарда да будет доволен им Аллах, когда посуда, из которой они ели, стала воздавать хвалу Всевышнему. Рассказ о том, как Софина, слуга пророка алейхиссалату ассалам, попал ко львам. Я отправился по морю, и корабль потерпел крушение. Я схватил одну из досок и взобрался на нее. Волны выбросили меня к лесу, где обитали львы. Один из них бросился на меня, и я крикнул, «О Абу-ль-Харис, я слуга посланника Аллаха алейхиссалату ассалам». После чего лев опустил голову и, вытолкнув меня на дорогу, покачал головой, провожая меня. Это малая доля из многочисленных историй чудес, караматов, произошедших со сподвижниками, табиинами и аулия. На эту тему учеными ислама было написано множество книг. Из числа этих ученых Фахрудин Аррады, Абу-Бакр Бакилани, Абу-Бакр Ибн Фаурак, Имам Аль-Газали, Насреддин Байдави, Таджуддин Ас-Субуки, Абу-Бакр Ашари, Абул-Касим Аль-Ушайри, Имам Аль-Навави, Яфи'и, Юсуф Набхани и многие другие. Благодаря им, это стало твердо установленной наукой, в которой нет места сомнениям и суевериям. Некоторые задают вопросы, почему же чудес караматов в эпоху сподвижников было меньше, нежели чудес авлия. Ответом на это служат слова великого имама Ахмаду-нухамбала, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Те обладали высшей и сильной степенью имана и при этом не нуждались в другом подтверждении». А что касается остальных, то когда их вера не достигала той степени, Всевышний поддерживал их в этом через проявление караматов. О значении чудес Значение проявления чудес караматов у авлия объясняется тем, что божественная мудрость требует почитания своих любимцев через наделение их всякими категориями аномальных способностей. Это вознаграждение за их искренность и веру, служащее поддержкой в их устремлениях и распространении религии Всевышнего. И этим Всевышний демонстрирует свое могущество, чтобы укрепить веру уверовавших и показать людям, что создателем законов бытия является Он, а причины не являются основами следствия. Источником и того, и другого является Всевышний Аллах. Иногда скептики могут возразить, подтверждение истины и распространение религии должны происходить на основе логики и фактических подтверждений, а не посредством аномалий. Мы ответим, да, распространение ислама должно производиться на основе здравой логики и твердых аргументов, но все же перед лицом упрямства, фанатизма и высокомерия этих аргументов бывает недостаточно. Чудеса, как аномальные проявления, способны преодолеть барьеры этих чувств. Поэтому Аллах наделял Своих пророков способностью творить чудеса, му'джиза, которые покоряли глухие сердца, смягчали упрямые души и освобождали их от гнета собственного нафса, приводя их в состояние твердой и нерушимой веры. Значения му'джизатов и караматов в этом смысле одинаковы, разница лишь в том, что чудеса, присущие пророкам, называются му'джизатами, а аулия – караматами. Различия между чудом и обманом Здесь необходимо указать на эту разницу, так как мы оказываемся свидетелями, когда некоторые, относящие себя к исламу грешники, показывают всякого рода чудеса, несмотря на то, что демонстративно совершают грехи, противоречат религии Творца. Конечно же, их чудеса не относятся к караматам, которые происходят только с теми, кто владеет истинным вероубежением. Кто настойчив в послушании, далек от грехов, отказывается от наслаждений и плотских увлечений. Такой человек – валий, праведник, любимец Аллаха, это тот, о котором Всевышний сказал. «Знаете, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться, и не изведают они горя, которые уверовали и были богобоязнены». Коран, сура 10, аят 62. А что касается того, что происходит с вероотступниками и грешниками, самоистязание мечом, глотание огня, стекла и так далее, все это из области обмана и стедраджа. Кроме того, валий не стремится к чудесам и не гордится этим. Сказал Фахрудин Ар-Разы, обладающий чудесами не увлекается этим, напротив, когда он находит это у себя, страх его перед Всевышним Аллахом только усиливается, и предостережение его в испытаниях Всевышнего укрепляется. Он боится, как бы это ни оказалось обманом. Обладающий ложными аномальными способностями, увлекается тем, что происходит с ним, и считает причиной появления этих явлений свое достоинство. На этой почве он принижает других, проявляет высокомерие, ощущает себя в полной безопасности от испытаний Всевышнего и его наказаний, и не остерегается худших последствий. Если же какое-либо из вышеуказанных свойств проявится у обладателя чудес, то это показатель того, что он не владел ими, а был наделен ими всего лишь обманом. По этому поводу сведущие сказали, многие из случаев отрыва от Всевышнего происходили на ступени наделения карамата. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сведущие боятся караматов, как люди боятся бедствий. Можно привести много аргументов, подтверждающих, что увлеченность чудесами отрывает от приближения к Всевышнему. Мы упомянем одного из них. Фахрудин Аррадзи сказал, «Воистину тот, кто убеждается в том, что он заслуживает чудо, караматов за свои поступки, человек, оценивающий сердцем свои поступки. А кто предает цену своим поступкам, тот невежда». Если бы он знал своего Господа, то понял бы, что любые благие деяния и послушание всех людей по сравнению с величием Аллаха недалеко стоят от преступлений. Вся их благодарность по сравнению с благами и дарами Всевышнего – это ничто. И все их познания и наука по сравнению с его могуществом – это замешательство и невежество. В одной из книг я нашел, что когда чтец Корана прочел в маджлисе устаза Абу Али Дакака, аят из Корана, «К нему возносится прекрасное слово, а доброе дело возносит его». Коран 40, 35, аят 10, то сказал «Признак того, что Аллах взял к себе твой поступок – отсутствие этого поступка возле тебя. Если же твой поступок остался возле тебя в твоем видении, то он отвергнутый, то есть непринятый. А если же он не остался возле тебя, и ты забыл про него, то значит, что он вознесен». Согласно этому, если мы видим кого-либо из людей, совершающего чудеса, то мы не можем судить о нем как о Вали и относить его чудо к караматам, пока мы не увидим его приверженность законам Аллаха. Абу Язид сказал, «Если какой-либо человек растелет ковер на воде или будет летать по воздуху, вы не поддавайтесь его обману, пока не увидите, каким вы его найдете в рамках велений и запретов Аллаха». Отношение суфиев к чудесам Некоторые враждебно настроенные против суфизма люди считают, что целью суфиев является достижение чудес. Таким образом, эти люди выражают лишь свои душевные пороки и скрытые болезни. Несмотря на то, что суфизм уделяет все свое внимание облагораживанию души, избавлению ее от порочных свойств, таких как показуха и лицемерие. Суфии стремятся украсить ее лучшими качествами, при этом отдаляясь от какой-либо корысти и преследуя цель удовлетворения Всевышнего. Шейх Абу Абдуллах Ушайри сказал, «Тот, кто не будет желать чудес так же, как не желает грехов, то это будет ему оградой». Али Аль-Хаваз сказал, «Совершенные боятся проявления караматов у себя и по мере их проявления увеличивается их боязнь из-за вероятности обмана». Кроме того, суфии запрещают демонстрацию караматов, кроме особых случаев, как, например, при защите шариата от кафиров, как это было в случае с Мухаддином Ибн Араби. Мухаддин Ибн Араби столкнулся с философом, который отрицал пророчества и чудеса, произошедшие с пророками. «Это было холодное время года, перед нами горел костер». Философ стал говорить о пророке Ибрагиме, что не может быть, чтобы огонь не сжег его. А под тем огнем, в который был брошен Ибрагим, в Коране подразумевается гнев царя Намруда. Когда он закончил свою нечестивую речь, Мухаддин сказал ему, «Если я тебе покажу правдивость того, что сказано в Коране об огне, который не сжег Ибрагима и стал для него хладом и миром, как об этом сказано в Коране». Тот стал утверждать, что быть этого не может. Мухаддин Ибн Араби сказал, указывая на огонь, который горел в печи, «Это разве не огонь, который сжигает? Ты разве не убежден в этом?» Говоря это, он взял огонь из печи и бросил его в подол одежды философа. Растерянный и испуганный философ схватил огонь и бросил обратно в печь. Лишь затем он заметил, что огонь не оставил никаких следов и не причинил никакой боли и вреда ни ему, ни его одежде. Потом Мухаддин снова сказал, «А теперь поднеси свою руку к огню». Но философ даже не сумел приблизиться к огню, так как почувствовал его жар. И Мухаддин сказал, «Так это происходило с пророком Ибрагимом. Огонь сжигает, когда ему велит Аллах. Он, совершающий то, что желает». И философ Уверовов принял ислам. Великим караматом суфии считают твердость и прямоту в исполнении предписаний Аллаха. Абу Аль-Касим Аль-Кушайри сказал, «Знай, что наивысшим караматом, которыми наделяются авлия, постоянный успех в повиновении, предохранении себя от грехов и противоречий». Упомянули при Абдуллахе Ат-Тасат-Туре чудеса, и он сказал, «Что такое знамение и караматы, вещи, которые относятся только к своему времени? Однако высшим чудом является замена порочного качества из качеств твоей души на похвальное». Шейх Абуль-Хасан Аш-Шазили, да будет доволен им Аллах, сказал, «Истинное чудо – это постижение стойкости на правильном пути и его совершенство. Основой чему служат две вещи – правдивая вера в Аллаха и следование всему внешнему и внутреннему, что доведено пророком Алейхи Салату Ва Салам. Долг каждого раба – желать только этого, стремиться к достижению только этого». Что касается карамата, то есть необычного явления, то оно не ценится людьми истины, поскольку ею может быть одарован и несовершенный в стойкости, а порой ею обладают даже обманутые. Он также сказал, «Истинное чудо заключается в двух вещах, которые объединяют в себе многое. Это чудо веры с совершенством убеждения и ясности и чудо поступков, соответствующих покорности, следованию за пророком Алейхи Салату Ва Салам и отдалению от споров и обмана. Если кому дарованы эти два чуда, и он еще чего-то желает, то этот раб – заблудший лжец, не обладающий малейшей долей знаний верных поступков, подобный тем, кому была дарована близость с царем, но все же желающим пасти животных». Шейх Мухаддин Ибн Араби, рахимауллах, сказал, «Караматы делятся на две категории – внешние и скрытые. Внешние чудеса – это видимые простому глазу, как, например, хождение по воде, знание помыслов другого, исчезновение и так далее, то есть все, что подразумевает под чудесами простой народ. А скрытое чудо познают лишь особые из рабов Аллаха. Обычным людям это недоступно. Это дар соблюдения рабом предписаний шариата, преуспевания в обладании лучшими душевными качествами и бережливость в соблюдении обязанностей в предписанное время, поспешание при совершении всяких благих дел, отчуждение злобы и ненависти от своего сердца, очищение сердца от всякого порочного свойства, наблюдение сердцем за признаками Творца, наблюдение за своим дыханием». Кроме того, суфии не считают проявления чудес, караматов критерием превосходства одного валии над другим. Имам Иофии, рахимауллах, говорит, «Способность совершения чуда не является признаком превосходства одного валии над другим, поскольку невладеющий чудом может быть лучше, нежели его обладатель. Карамат не признак превосходства, а признак правдивости и достоверности. А признаком достоинства и превосходства служат твердость, убеждение и совершенство познания Аллаха». Суфии считают, что отсутствие чуда у праведного валии не является признаком отсутствия у него принадлежности кавлия. Имам Аль-Кушайри, рахимауллах, в своей книге сказал, «Если у валии отсутствует явный карамат в мирской жизни, то отсутствие его не является пороком его степени валии». Шейху-ль-Ислам Закарья Аль-Ансари, рахимауллах, сказал, «Нередко тот, кто не обладает способностью совершать чудо, превосходит обладающего им, поскольку достоинство выражается не наличием чуда, а наличием убеждения, якин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова